Развитие детской онкологии и гематологии, анемия в практике терапевта, новые методы трансплантации. Эти и многие другие вопросы обсудили в Рязанском государственном медицинском университете. Здесь состоялась пятая научно-практическая конференция диагностика и лечения анемии в 21 веке. Мононаправленная конференция, тем не менее, накрывающая достаточно полный спектр клинического состояния и разбирающая практически все заболевания, которые приводят к развитию анемии. Уверен, что и конференция будет развиваться, и много вопросов, которые сегодня обсудят, станут, наверное, определенными драйверами развития гематологии, развития новых знаний. Здесь много гостей, и, конечно, в числе гостей и участников конференции наши обучающиеся. Конференция проходит раз в два года. В этот раз ее посвятили 25-летнему юбилею Научно-клинического центра гематологии, онкологии и иммунологии, который работает в составе медицинского университета. Ежегодно в нем наблюдаются более 13 тысяч пациентов. Это дети, взрослые и беременные. Организована медицинская помощь пациентам с тяжелой бронхиальной астмой, с хронической крапивницей. Я имею в виду гемно-инженерные биологические препараты. В центре мы используем инновационные методы лечения анемий, с использованием, в том числе, в интервентах препаратов железо-рекоменантного ретропоэтина. У нас мощная научно-клиническая лаборатория. Помимо научных докладов, в этот день звучали слова поздравлений в адрес сотрудников центра. Их наградили почетными грамотами Рязанской областной и городской дум, ценными подарками. Поздравить центр с юбилеем приехал и главный детский онколог-гематолог Министерства здравоохранения России. Именно он принимал участие в создании Рязанского центра и активно следит за его успехами. Он заболевает опухолями, заболеваниями 4,5 тысячи детей в год, а взрослых в прошлом году 620 тысяч. Ясно совершенно, что эти технологии, которые были развиты у нас в детстве, они должны быть транслированы в взрослую сеть. Так вот, жемчужиной, работающей именно в области анемий, является тот центр, который находится в Рязанском теперь Государственном медицинском университете. Сотрудниками центра были разработаны протоколы лечения анемии новорожденных, анемии беременных, анемии хронических болезней и анемии при злокачественных новообразованиях. Они легли в основу федеральных клинических рекомендаций. Именно возможность заниматься наукой и реализовывать идеи на практике вдохновила Ольгу Журина. Она работает в Центре гематологии, онкологии, иммунологии Рязгому со дня его открытия. Здесь воплотились мои мечты, где клиническая работа была напрямую связана с научной работой. Мы строили нашу клиническую базу, нашу лабораторную базу, напрямую контактировали с московским центром, они подсказывали нам идеи. В Центре гематологии, онкологии и иммунологии Рязанского государственного медицинского университета проводится ряд исследований, которые надолго опередили аналогичные разработки не только в нашей стране, но и за рубежом. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».